В Ярвесской русской гимназии состоялась встреча участников объединенной команды от их веков Лоярве, которые будут представлять наши города на крупных олимпиадах по реальным предметам. Уже в январе будущего года умники и умницы из ряда городов Эстонии соберутся в Тарту, где, опираясь исключительно на свои знания и смекалку, будут отстаивать честь своего учебного заведения и родного города. 17 декабря в стенах Ярвесской русской гимназии участники познакомились друг с другом и совместно в качестве разминки выполнили несколько заданий. С напутственными словами выступили педагоги, чиновники и представители концерна «Виру Кемия Групп», который продолжает поддерживать талантливую молодежь, несмотря на финансовое положение во всем сланцевом секторе. Конечно, сегодня проблемы есть на рынке. Все читают газеты, знают, что цена на нефть падал. Это очень низкий уровень, но мы говорим о будущем. То есть, если даже ты занимаешься с каждодневными вопросами, проблемами, невозможно, это нельзя не думать о будущем. Потому что зачем мы вообще работаем, если мы не думаем о будущем? Так что для нас это совпадает с нашими ценностями, смотреть немножко дальше, чем 2-3 года. То есть, и молодежь, которая учит математику, физику, химию, это понадобится и нашей группе, и Эстонии, и нашему обществу. Так что я поддерживаю этот проект 100%. Весь концерн это поддерживает и продолжаем поддерживать, несмотря на то, какая есть обстановка на рынке. Председатель правления концерна «Виру Кемия Группа» Ахти Асман уверен, что эстонский сланцевый сектор может выжить и быть успешным в условиях климатической и энергетической политики Европы, уменьшая влияние на окружающую среду и повышая эффективность. Ахти Асман выразил надежду на то, что достаточно хороший потенциал всей отрасли сохранит интерес абитуриентов при выборе профессии к сланцевой промышленности. Продолжение следует...